Отрывок из романа Фёдора Михайловича Достоевского «Подросток». Колокол ударил твёрдо и определённо по одному разу в две или даже в три секунды. Но это был не набат, а какой-то приятный, плавный звон. И вдруг я различил, что это ведь звон знакомый, что звонят у Николы в Красной Церкви напротив стушара. В старинной Московской Церкви, которую я так помню. Выстренный ещё при Алексея Михайловича, узорчатый, многоглавый и в столбах. И что теперь, только что минула святая неделя, и на тощих берёзках в палисаднике Тушкарского дома уже трепещут новорожденные зелёненькие листочки. Яркое предвечернее солнце льёт косые свои лучи в нашу классную комнату. А у меня, в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвёл меня ещё год назад, от графских и сенаторских детей, сидит в гости. Да, у меня, безродного, вдруг очутилась гостья. В первый раз с того времени, как я у Тушары. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла. Это была мама. Хотя с того времени, как она меня причащала в деревенском храме, и голубок, плеча через купол, я не видал её уж ни разу. Мы сидели вдвоём, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она тогда, оставшись без Гореслова, уехавшего вдруг за границу, прибыла в Москву на свои жалкие средства самовольно, почти украдкой от тех, которым поручено было тогда о ней попечение. И это единственное, чтоб со мной повидаться. Странным было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она моя мать. Она сидела оподля меня, и помню, я даже удивился, что она мало так говорит. С ней был узелок, и она развязала его. В нём оказалось шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемлённым видом ответил, что у нас здесь пища очень хорошая, и нам каждый день дают к чаю по целой французской булке.